Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим два двухлучевых лазерных уровня от китайской компании Clubion. Они отличаются как цветом лазера, так и корпусом. По ходу ролика я расскажу, как применять данные лазерные уровни и как подобрать двухлучевой лазерный уровень под свои нужды. Если вас интересуют приборы для домашнего мастера, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Давайте разберемся, для чего нужны данные лазерные уровни, а потом уже углубимся в возможности и технические характеристики данных приборов. Для чего же они применяются? Во-первых, это навеска картин и шкафчиков. Второе, установка розеток и выключателей. Третье, установка электрического и газового оборудования. Четвертое, разметка на стене горизонтальных и вертикальных трасс для труб и электропроводки, а также разметка ровных трасс на потолке. Пятое, укладка плитки и стеновых панелей. Шестое, укладка кирпичей и стеновых блоков. Разметка расположения элементов строительных конструкций. Седьмое, использование наклонных лучей поможет при создании дизайнерских решений, а также при монтаже лестниц. По сравнению с обычным пузырьковым уровнем, не требуется разметка к карандашом или маркером, так как можно сразу работать с линиями, отображаемыми лазерным уровнем. По этим линиям мы сразу можем визуально определять, насколько мы отклонились от вертикали или горизонтали. По лазерной разметке мы можем сразу делать отверстия в стене или выравнивать стеновые блоки или плитку. Это позволяет работать быстрее и более точно. По сравнению с мощными 12-лучевыми лазерными уровнями, двухлучевые обладают гораздо меньшими размерами, что позволяет их брать практически на любой объект. Гораздо дольше они работают от элементов питания, так как потребляют меньше электроэнергии. Так как их конструкция более простая и содержит меньшее количество лазеров, то надежность этих приборов намного выше. Данный прибор LD02G с зеленым лазером. Он имеет обрезиненный корпус. Размеры корпуса 8х8х5,5 см. Сверху имеет кнопку, которая принудительно включает лазеры. Тут выключаем, нажимаем кнопку и наши лазеры включаются принудительно. При этом механизм прибора заблокирован и мы можем наклонять линии. Это позволяет строить наклонные плоскости и наклонные линии. Лазеры мигают один раз в 4 секунды, показывая, что включен данный режим. Опять удерживаем кнопку и данный режим выключается. Снизу находится переключатель, который включает режим прибора с функцией самовыравнивания. Если у вас прибор находится на ровной поверхности, то прибор горизонтальную и вертикальную линию выдает в течение трех секунд. Если прибор находится на наклонной поверхности и наклон более четырех градусов, то линии мигают, показывая, что механизм прибора не может компенсировать данный наклон и прибор нужно выровнять. Я обычно использую такой круглый уровень для предварительной настройки положения прибора. Это особенно актуально, если используешь штатив для установки лазерного уровня на объекте. А это прибор MD02RS с красным лазером. Он целиком пластмассовый. Что мне нравится в этом приборе, что это практически кубик, все грани которого расположены под углом 90 градусов. Размеры корпуса 7 на 7 и на 7 сантиметров. Это облегчает работу с прибором, когда его прислоняешь к вертикальным поверхностям. Я чуть позже покажу, что я имею в виду. Прибор также может работать как с заблокированным механизмом, так и в режиме самовыравнивания. Режимы прибора переключаются сбоку. Вот так он находится в режиме самовыравнивания. Так механизм заблокирован и мы можем строить наклонные линии. А сейчас прибор выключен. Обращаю внимание, линии при заблокированном механизме, в отличии от прежнего прибора, вообще не мигают. Если прибор стоит на наклонной поверхности, в нем также мигают линии. Отрегулировать положение прибора нам тоже может помочь круглый уровень. Оба прибора имеют питание двух батареек AA. В комплект они не входят. Зеленый лазерный уровень потребляет в три раза больший ток, чем красный. Потребление прибора с красным лазером у меня показало 75 миллиампер, а вот зеленого 220 миллиампер. Потребление лазерных уровней в выключенном состоянии у меня мультиметр не почувствовал, но все равно я рекомендую при длительном хранении батарейки из приборов вынимать, так как они могут потечь. Оба прибора имеют снизу крепление для штатива 1,4 дюйма. Расстояние от низа прибора до горизонтальной линии у зеленого прибора чуть больше 4 сантиметров, у кубика чуть меньше 4 сантиметров. Оба прибора имеют класс защиты IP54, что защищает от попадания внутрь небольших брызг и пыли. А вот под дождем этим прибором работать не стоит. Заявленная точность приборов 2 миллиметра на 5 метров. Вот я наложил в линии двух лазерных уровней. Они практически совпадают. Оба прибора соответствуют стандарту Евротест. В комплектацию к лазерному уровню может входить чехол с таким вот креплением на ремень. В комплект входят паспорта. Из этого ролика вы узнаете больше об этих уровнях, чем из этих паспортов. Лазерные уровни поставлялись в таких коробках. Они довольно крепкие и их можно использовать для перевозки приборов с объекта на объект. Еще больше информации об этих уровнях вы можете узнать по ссылке в описании. Переходим к практическим испытаниям. Я установил лазерный уровень на штатив. Это обычный штатив от фотоаппарата. Для первоначальной юстировки прибора я использовал круглый уровень. Его можно убрать. Вот у нас две перекрещенные линии. Вертикальная и горизонтальная. Если нам нужно, чтобы линии были выше, то можно использовать селфи-палку. Вот я поставил лазерный уровень на селфи-палку. Как видите, он находится почти под потолком. Вот наш штатив. Я селфи-палку немного модернизировал. Что я для этого делал, я рассказывал в другом ролике. Ссылку я оставил в описании. Вот мы видим две перекрещенные линии. Мы можем горизонтальную линию повернуть, поворачивая ручку на штативе. Также мы можем отвести горизонтальную линию по всем четырем стенам, поворачивая лазерный уровень. Но это удобнее делать с помощью лазерного уровня 360 градусов. Мы можем зафиксировать механизм лазерного уровня. Размечать трассы электропроводки на потолке. Также мы можем повернуть его вниз и размечать положение плитки на полу. Но удобнее размечать потолок и пол с помощью лазерных уровней с разверткой 360 градусов. Вот я поставил два уровня один на другой. Вот линии, которые они отображают на стенке. Обращаю внимание, что зеленая линия чуть шире по горизонтали, а красная линия чуть выше по вертикали. Это можно обосновать разной конструкцией корпусов приборов. Видим вертикальные линии стоят параллельно. Мы можем их совместить. Вертикальные линии практически совпали. Давайте посмотрим расхождение горизонтальных линий. Как видите на стенке между линиями 7,5 сантиметров. Возле самих приборов это расстояние такое же. Также можно заметить, что зеленый луч намного ярче. На улице предпочтительно использовать лазерный уровень зеленым лучом. Давайте посмотрим насколько подготовлена поверхность под подоконник. Как видим уровень подоконника выставлен хорошо. А если посмотреть на откос, то видно, что его следует немножко подкорректировать. А теперь я покажу, чем мне нравится квадратный корпус лазерного уровня. Вот я прикладываю к стенке и мне сразу показывается уровень. Я могу при желании сразу засверлиться, не размечая стенку. Выставить ровно лазерный уровень можно на глаз, так как если мы наклоним, то он начинает мигать. Или можно использовать вот такой уровень, который я использую для установки розеток. Давайте посмотрим, как будет себя вести другой лазерный уровень. Вот я прикладываю его к стенке и он мигает. Я могу пытаться его настроить, но у меня ничего не получится, так как этот лазерный уровень заужается кверху. Вот чтобы он перестал мигать, я верхнюю часть прибора должен чуть-чуть отнести от стенки. И только тогда он показывает уровень. А это не очень удобно. С задней стенкой тоже самое. Она чуть-чуть заужается кверху. И чтобы прибор перестал мигать, надо чуть-чуть наклонить вперед. Только тогда лазерный уровень перестанет мигать. И это тоже неудобно. Вот я прислонил кубический уровень к стенке и он сразу нам отрисовал правильный уровень. Если вы будете использовать уровень подобным образом, то кубический уровень предпочтительнее. Общее впечатление о данных приборах. Если бы я сейчас выбирал двухлучевой лазерный уровень, то выбрал бы что-то среднее между этими двумя приборами. Я бы выбрал лазерный уровень в кубическом корпусе, но с зеленым лазером. У производителя лубиона есть такой прибор. И он имеет маркировку MD02GS. Это позволит им работать на улице. При этом надо смириться, что он потратит батарейки в три раза быстрее. Чтоб питания на дольше хватило, лучше использовать онколайновые батарейки. Хотя я и так такие покупаю. Параметры приборов меня устраивают. Плоскость они хорошо держат. Линии приборов практически совпадают, что говорит о хорошей настройке приборов. Если у вас остались вопросы по данным лазерным уровням, задавайте их в комментариях. Если вы знаете другие примеры, как использовать подобные приборы, пишите об этом в комментариях. Думаю, другим зрителям это будет интересно. Ссылку, где я заказывал приборы, я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому эти уровни могут быть интересны. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.